здарова народ это пилотный выпуск рубрики параша патруль здесь мы будем точнее я буду обозревать туалеты общественные города москвы дело в том что я сам живу в подмосковье но периодически гоняю москву по делам и знаешь когда ты едешь типа в электричке пьешь там пиво и потом пересаживаешься с собаки ну как бы на метро первое что ты видишь что вот такой вот городской туалет он естественно платный сегодня нам повезло он работает но не дает сдачу принимает 10 рублей 50 100 и монетки по 10 но со 100 рублей сдачи он не даст окей давайте засунем так у нас тут есть инструкция пользования выберите свободную кабинку окей вот оплатите 50 рублей так ходите окей заходим так и ух чуваки вот это придется заблюрить короче да но здесь правда есть свет даже какой-то ветродуйчик так есть мыло антисептик смыв туалетная бумага да выглядит это все конечно как в старых паровозах ну-ка интересно как тут интересно как тут как руки помыть ну то есть типа есть мыло есть антисептик окей но рукомойник блять его тут нет а вот есть он сенсорный окей ну ну и даже водичка и даже сушилка ребят ну слушайте это неплохо ну правда он конечно грязненький такой но да и кто-то вот не смыл за собой но в принципе слушайте ну я ожидал худшего ладно окей есть бумага есть все и принципе я по его все хочу хотел увидел ребят пойдемте делать выводы что же ребят подведем итоги давайте по плюсам транспортная доступность то есть у каждого скорее всего ну во всяком случае я сколько ездил по москве практически у каждой станции метро есть этот городской туалет это кэш плюс да то есть вышел сразу можно воспользоваться есть ну как бы все средства гигиены да то есть есть туалетная бумага есть мыло рукомойник сушилка даже антисептик скорячили ну понятное дело в связи с последними событиями в мире единственное что насчет как раз туалетной бумаги и мыло хочу сказать что во первых раннее утро там уже было пол рулона бумаги я не знаю как часто его обслуживают то есть возможно если бы я приехал бы чуть-чуть попозже скорее всего уже и мыло бы кончилось и туалетная бумага но как бы проверить это не могу я не буду тут тусоваться целый день просто чтобы проверять если там бумага еще или нет вообще кто-то его убирает это первое второе за что хочу уже по минусам пройдемся сушилка мне не нравится такая да то есть просто теплый воздух то есть плюс за то что она есть но минус за то что она уже устаревшие до 20 век вот этот вот прямой поток воздуха сейчас уже есть и бумажные полотенца ну понятное дело наверно в таком месте не актуальных ставить или есть уже современные такие сушилки где воздух под очень большим давлением выходит то есть они осушивают руки очень быстро да вот эти старые сушилки где нужно извините руки сушить дольше чем ты писал и мыл руки ну как бы не знаю опять же для любителей ценить свое время это не самый лучший вариант но опять же говорю плюс за то что в принципе сушилка есть туалет не сказать что очень чистый там жутко воняет кто-то там не смыл за собой говно ну понятное дело это уже вопрос культуры но опять же да не очень чистый и не очень приятно пахнет и это рано с утра выдаюсь то есть это время там было где-то пол восьмого утра я туда зашел то есть ну сами понимаете если такое с утра что там будет к вечеру вот опять же основной минус это платность 50 рублей за ну вообще в принципе я считаю пошло брать и вообще неправильно брать людей деньги за справление нужды это базовая потребность человека да ты там хочешь сать у тебя в кармане не копейки чего одну в кусты да то есть вот они борются говорят что в кустах как бы не хорошо это делать ну там штрафу даже менты с тебя запалишь и ты там по деревцам стоишь отливаешь ну блин 50 рублей и это было бы еще пол беды но там же еще и проблема оплатить то есть если вы уже современный человек привыкли ходить без наличности у вас там карточка да скорее всего вообще забитая в телефон да вы там просто приложением телефона все оплачиваете шансов попользоваться этим туалетом у вас нет потому что даже если ты сбегаешь там до какого-то ближайшего банкомата банкомата выдает купюры не менее 100 рублей толчок стоит 50 и сдачи он не дает и как они пишут временно не выдает сдачу но я так понимаю что это постоянно потому что я даже по телеку сюжет видел где в чувак просто там бодался с этим оператором в итоге кое-как ему там согласились вернуть сдачу на телефон но опять же до сдача на телефон это оплата мобильной связи не знаю у меня от про абонентская плата фиксированная до ежемесячная не эти 50 рублей ни к силу ни горну типа поменьше просто следующем месте закинуть но опять же если мне сейчас этот полтинник нужен для чего-то там еще да и я не смогу им воспользоваться потому что у меня будет просто на счету мобильного телефона то есть мало того что он платный так еще и проблема непосредственно самой этой оплаты да то есть нет полтинника в кармане да или мелом мелочи там по 10 рублей все опять же им не воспользуешься это тоже существенный минус в общем вот такой вот у нас сегодня получился патруль параша патруль такой вот у нас городской туалет который да есть везде но с очень огромными минусами я поставлю этому толчку наверное ну пусть будет 22 унитаза из пяти потому что ну реально при всех его там каких-то небольших плюсах то что он платный то что он грязный ну не знаю честно говоря больше рука не поднимается поставить тем более что вы сами в принципе все видели выводы делайте сами и бро тыкни лайк не жмись подпишись колокольчик поставь комментарий оставь до скорого